Мастера фэн-шуй из Гонконга решили присоединиться к финансовым экспертам и выпустить свой экономический прогноз на наступающий год змеи по лунному календарю. Их предсказания оказались созвучными с прогнозами экономистов, которые считают, что в следующем году оптимизма на финансовых рынках немного прибавится. Год змеи начинается 10 февраля. Хотя стихия года – вода, космическим элементом змеи является огонь. По мнению аналитиков, это принесёт на рынке заряд энергии. «Этот год пройдёт под управлением четвёртого сильного элемента – огня, который должен приободрить рынки. В основном это баланс разных фундаментальных элементов». Однако, как ожидается, во второй половине года будет наблюдаться некоторый спад из-за второй стихии – воды, которая означает страх. Эксперты также предсказывают, что этот год, как и предыдущие года змеи, будет наполнен знаковыми событиями и преобразованиями, а также принесёт большие перемены. В качестве примеров приводят некоторые исторические события, которые произошли именно в год змеи. Например, теракт 11 сентября в США в 2001 году, подавление студентов на площади Тяньаньмэнь и падение Берлинской стены в 1989, а также нападение на Перл-Харбор в 1941 и Великая депрессия в 1929. Однако есть надежда, что в этом году подобных событий не случится, поскольку в предсказаниях присутствуют все пять основных элементов – дерево, вода, огонь, земля и металл. «Если говорить просто, то вода, металл и дерево – это хорошо, только в разный период в течение года. Вода включает такие секторы, как транспорт, логистику, игровую сферу, морские перевозки, туризм, водные объекты и инфраструктуру. Что касается металла, то это природные ископаемые, акции, банковская сфера, финансы и торговля. Дерево – это мода, целлюлозная бумажная промышленность, текстиль и одежда». Согласно древним наукам Востока, все вещества во Вселенной состоят из пяти элементов, перечисленных выше. Они и определяют текущее положение дел в мире.